Казахстан Казахстан Единственное, что вытягивает ВВП Казахстана, это инвестиции. В этом направлении еще действует некоторая поддержка и стимулирование. Но понятно, что в таких условиях, когда падают экспортные доходы, это все очень ограничено. На самом деле, я бы не стал говорить, что вот эта модель стимулирования, ослабления денежно-кредитной политики, она не имеет рисков. Она имеет риски. Поэтому, прежде чем изменить денежно-кредитную политику, экономическую политику, нужно хорошо подумать, а где ограничение развития в той модели, которую мы создали. И главная ли проблема – это мягкая или жесткая денежно-кредитная политика. А может быть, главная проблема в том, что мы не понимаем, а куда мы должны направить эти ресурсы. В какие направления, в какие виды деятельности. Если мы говорим про Беларусь, то Беларусь оказалась в ловушке того, что она практически полностью идеально использовала потенциал советского наследия, производственного, промышленного и так далее. Использует возможности Евразийского экономического союза, но у них мало инвестиций. Они очень мало предприятий создали за последние 20 лет. И в результате у них ограничения именно по производственным мощностям. То есть в каждой стране Евразийского экономического союза свои проблемы. И вот так вот легко их решить действительно уже, видимо, не получится. Мы слишком далеко зашли.